Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В баскетбол играют ветераны. В Самаре закончился очередной любительский сезон. За медали сражались 34 мужские и 14 женских команд. О баскетбуме в областной столице мастеру спорта расскажут Павел Малышев, игрок любительской команды, и Виталий Коротких, вице-президент Федерации баскетбола Самарской области. Здравствуйте! 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 В мужском чемпионате 4 дивизионы, в женском 2 по спортивному принципу. То есть это когда есть, ну типа высшие лиги, первые лиги, вторые лиги, и команды по спортивному принципу выходят из одного дивизиона в другой. Идет конкуренция, соревнования. Люди получают удовольствие от игры. Ну и, как говорится, азарт. Как попасть вообще в команду, в какую команду попасть, как это все происходит? Единственное, наверное, формирование – это друзья. Друзья, и дальше уже к костяку примыкают игроки, которые хотят играть, и подходят к каким-то своим человеческим качествам. В первую очередь вот у нас там в команде, и вторую уже по профессиональным баскетбольным качествам. Но вы набираете только баскетболистов, или вот с улицы может прийти человек и сказать, всю жизнь смотрел баскетбол по телевизору, теперь решил поиграть, а ему 35? У нас большинство в команде таких. Все так попали в команду. Шли по улице. Ну можно и так сказать, да, по большому счету. Нет, шутим, конечно. Когда-то мы зовем, да, вот там человек видим, что, ну опять же, баскетбол не может прийти, который смотрел. Надо же самого как-то уметь. Ну вы научите. Вот я не умею играть в баскетбол. Я хоккеист. Вот скажу, хочу играть в баскетбол. Возьмете? И скажете, о нет, с тобой заниматься. Нет, у нас есть один хоккеист. А у нас шахматист даже тренируется. Вот об этом интересно. Расскажите поподробнее. На тренировках. Но он не в нашей команде. У нас тренировочный процесс же происходит. У нас из-за того, что команда, в нашей команде там 12 человек, а надо соперника постоянно. Тренировки проходят, соответственно, против играем. Там и шахматисты есть. И вообще люди, пришедшие в баскетбол, можно сказать, год назад. Поэтому, в принципе, здесь возраст и самое главное желание, как в любом... Самое главное желание. Понятно, что, чтобы побеждать в турнирах, должно быть баскетбольное прошлое, школа баскетбола, понимание этой игры, навыки, техника и так далее. Как сезон для вас сложился регулярный? Сколько было игр в сезоне? Сколько побед? Сколько, может быть, курьезных поражений? Играю каждую неделю. Каждые выходные идут туры, расписание, и команды играют. Поражений было два. В регулярном чемпионате? Да, в регулярном чемпионате. Соответственно, поражения были от тех команд, которые мы фактически выиграли в финале. Это КНПЗ. Ну, опять же, они были связаны там, то мы, неполным составом были. У нас есть лидеры основные, такие, которые в хорошей сегодня форме. Они, собственно, основной результат делают. Правду, скажем, да, Паша? Это не мы с тобой. Давайте тогда теперь о Кубке Приматовой и как раз о том самом последнем финальном матче этого сезона расскажите. Как удалось? За счет чего? За счет кого? В том году победа была такая яркая, и такая долгожданная, и столько было эмоций. И всегда выиграть почетно и так далее. Но более почетно и более трудно, так скажем, психологически, именно удержать звание и второй раз подтвердить первое место. В этом году, может быть, эмоций было меньше, но победа далась в спортивном плане, может быть, легче внешне, но очень тяжело. Тяжело с точки зрения вот именно психологии собраться, настроиться, ну и так далее. Мы получаем огромное удовольствие от самого процесса, как на площадке, так и вне площадки общаемся. Очень много проводим времени, праздников вместе, причем с детьми, со вторыми половинами. Уже такая культура баскетбольная, да, складывается? Если говорить про финал, да, я соглашусь, мы готовились к нему как бы морально больше, потому что все-таки подтверждение-то тяжелее. И, может быть, из-за этого, вот там, первый тайм мы, из-за вот этой нервной обстановки, у нас он ровно и шел. Но потом сила наша в сплоченности, да, и мы очень сильно ушли вперед, и за счет, там, опять же, лидеров наших, и установок от тренера, который нам говорил, то, что мы выполняли все точно и в срок. И поэтому, в принципе, результат, он даже большой, там, по-моему, больше 22 очка, по-моему, мы выиграли, да? Кажется, да. Да, вот. И ощущение потом было, как бы, как будто очень легко все прошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди тогда! Какие планы лично у вашей команды, потому что две победы подряд, пойдете на хэт-трик или расслабитесь и дадите побеждать другим? Задача, чтобы все, чтобы сохранили свою спортивную форму, вот, желание поиграть, ну, и, конечно, выиграйте следующий сезон. Молодежь все равно подрастает. Многие профессиональные, кто занимались и играли в различных командах, в молодежных, там, в профессиональных клубах, они выходят сейчас в любители. Сил у них гораздо больше. Они вчера, там, играли профессионально, сегодня они... Это не противоречит идее любительского... Нет, это не противоречит. Когда молодежь, так сказать, наступает на пятки у ветеранов или у более взрослых игроков, стимулы есть держаться форму, тренироваться, ну, и так далее. Где-то мы, конечно, уже уступаем физически, но на опыте, на какой-то там тактике... То есть отдельного дивизиона для ветеранов федерация не планирует, да? Дело очень нужное. Всем, у всех ностальгия. Все увиделись, поиграли, поиграли на площадке, потолкались, там, кто-то выиграл, кто-то проиграл, но проигравших не было. Даже тех, кто по какой-то причине не был проинформирован, а хотел играть, там были такие, что почему меня не позвали, там, я бы с удовольствием выступил, я бы за любую команду. Причем делились по командам вообще по такому принципу, то есть чтобы команды были примерно равные по силам, то есть просто вот, ну, распределили... По-честному, как говорится, да? Тех живых ветеранов, кто может бегать еще и играть в баскетбол, так по-честному распределили, между собой сыграли. Это было сделано просто для запуска этой традиции. Посмотрим, что дальше будет, сохранятся ли коллективы. Раньше принцип был какой-то такой, кто где, заканчивал какие-то университеты, политех, авиационный, кто строительный. Ну, потом все так замиксовалось, и сейчас праздник баскетбола просто от встречи, от самой игры. Ну, это отдельный турнир, вот, а чемпионат области среди любительских команд, это тоже такая... Я считаю, что он уже стал брендом здесь, в Самарской области, и по его уровню организации, по уровню оснащения, онлайн-статистика, видео-показы, видео, так скажем, нарезки лучших моментов, трансляции, и сами матчи проведения. Например, на финале был аншлаг в зале, получить удовольствие от этих эмоций, от этих, там, страстей. Причем даже страсти бывают такие, как у профессиональных команд не увидишь. Это был любительский баскетбол на телеканале Самара ГИС в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизуркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08. Или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи.